Добрый день, дорогие ребята и родители! Сегодня мы будем прощаться с этой книжкой. Мы её уже всё прочитали и все истории нам знакомы. Посмотрите, чему мы научились здесь, как надо дружить, как надо играть вместе дружно, как надо учиться на музыкальных инструментах. Очень много мы научились и всё узнали. И что жабы, они очень полезные. Они защищают цветы и растения. Посмотрите, в конце здесь написано. Известный писатель Борис Захадер подарил детям прекрасные стихи и сказки. Ни одно поколение выросло на произведениях этого талантливого поэта и сказочника. И также ещё эта книга несёт радость, веселье и волшебство. И вот эту книжку мы прочитали. Теперь она передаёт свою эстафету следующей книге, которая называется «Добрые сказки». Посмотрите, какая красивая, красочная у нас книжка. Это для самых маленьких. Кто постарше дети, они уже умеют читать. И надо больше читать самим. Ну а которые дети самые маленькие, те не могут читать. Поэтому для них вот эта сказка, вот эта книжка. Ну, конечно, и побольше дети, и взрослые тоже могут послушать замечательные и добрые сказки. И первая сказка у нас «Петушок золотой гребешок». Также здесь есть и другие сказки. Посмотрите, какие яркие, красочные, весёлые и добрые картинки. И по порядку, одну за другой, мы с вами прочитаем все эти сказки. Посмотрите, какая красота. И про лисичку, и про журавля, про всех, да? А здесь вот в конце у нас написано «Бежала по дороге лисичка, несла в узелке книгу сказок». Тут откуда ни возьмись собаки, испугалась лиса убежала, а книгу обронила. Кто эту книгу найдёт, тот и сказки прочтёт. А сказки в этой книге непростые, самые лучшие. Репка, колобок, теремок и многие другие. Посмотрите, сколько их здесь много. Вот это оглавление. Ваши родители могут выбрать, прочитать и посмотреть. Какую захотят они вам показать, или вы захотите послушать. Значит, вы можете её найти. А я буду по порядку читать эти все сказки. А сейчас, всего вам доброго. И до следующей встречи. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»